Девочки Своего типа Давайте я доведу мысль То есть Наше социальное общество Делится на определенные Социальные типы И сейчас Сейчас такая тенденция в телевидении Что больше приветствуются люди Из народа Люди, которые мы можем встретить на улице Чтобы зритель, когда смотрит эту передачу Мог себя приравнять к этому герою Сострадать Не сострадать, нет, ни в коем случае Представить себя на месте этого героя Это некий пассивный интерактив И в первую очередь выбирают людей На участие в ток-шоу И подобного рода проектах Чей тип Может вызвать максимальное Сравнение со стороны зрителей Вот Саша, деловая, современная Такая активная Гэй Я не знаю, как в позиции психологии Характеризовать тип Я знаю, что ее типу соответствует Очень большое количество девушек Такого формата Которые себя с ней хотят быть Такие, как она И вот эти 25 девушек Которые в проекте Это типы, которые Вот женщин, которые Вот живут в Украине Которых выбирали методом Анализа Экспериментов Методом изучения И так далее В Америке Это другие женщины Потому что там другой менталитет Здесь это делали заново Поэтому с девушками Беседовали достаточно долго С первого сезона Там дальше уже Поймали те фишки Которые нужны Естественно, приоритетом является То, что у нас К сожалению, многим этим Слишком сильно пользуются Быть фриком За человеком Который неординарный Который не боится Высказывать свое мнение Как-то ведет себя Нестандартно То есть Что-то вот Он одевается Не так Он как Вот в жизни бы Мы сказали на этого человека Дурачок Но по телевизору Когда мы на него смотрим Это уникум А как мальчика выбирают? Извините, что я вас перебила Куда? Вы не поверите Через Ну, не важно Куда выбирают Я не знаю На шоу Вы рассказали про девочек Как выбирают на девочек Я не знаю Мальчиков там я один был Ну да, я это и спрашиваю Как холостяка выбирают? Ну, как Я пришел По каким критериям? Вы замечательно рассказали критерии Один из первых критериев Который был Потому что Было Сейчас я объясню Когда Был кастинг на ведущего холостяка Было достаточно много претендентов И Я первое, что пришел Во-первых, я был такой же с бородой То есть все нормально И когда меня увидели Сказали Оу Ау Я был худее, чем Сейчас зажрался, ребят Телевизор То есть фотографии когда взяли Плюс у меня там еще такой Хайр торчал И фотографии Макса Класс Круто Это прикольно Потом получилось так Что у меня не было Там была Произошла в жизни небольшая ситуация И должен был ведущий Будь не веселый А вот именно как бы Созидательного характера Умудренный такой Я пришел на волне Своей проблемы Домашней проблемы И мне в принципе Вообще было не до кастинга Я пришел Вот отторобанил текст И это почему-то понравилось Тогда Вот И все окей Но меня потом попросили Побриться Сделали стрижку Как у Магомайма Я стал такой Совершенно другой Чувак Вот Пытались сделать Образ, образ, образ Образ И мы его как бы выдерживали Но это я попал Но кастинг-директор Который проводил кастинг Я актер по образованию И у меня актеры Родители Поэтому у меня выбора не было У меня нет никаких комплексов Просто я другой профессии не знаю Актер, ведущий Ты же просто вырос Да, я просто вырос в этой ситуации И кастинг-директор Мы с ним знакомы Еще очень давно Потому что Пересекались на съемочной площадке И в театре пересекались И просто на творческих сценах Пересекались с ним Им было легко поставить Вопрос был Как холостяка выбирали Да Холостяка? Да А! Да Смотрите Я сейчас расскажу Как найти мужчину Мне сказали дословно Мы вбили Самый завидный холостяк Вбили в гугле Все, выскочил Чмирковский Да ладно Цена Нема ничего сложного Я знаю Просто вбили в гугле Запропонували И Джи Джули Теж пропонували Якщо ти маломальский Відомый Так Зарабляешь гроши И не в стане Ты ни с кем Нормально Просто Якщо вам честно скажу То я не знаю Мало хто погоджується Субтитры сделал DimaTorzok